Все, как проходит ваша стройба? Да, все отлично, даже распогодилось, когда как раз у нас была церемония, до этого все шел дождь, это там ужасная погода с утра была, но как раз на самую важную часть прям распогодилось, солнышко даже выглянуло, поэтому пока что мы, конечно, счастливы. Можно сказать, что у нас короткая и произвольная программа сегодня, в один день. Кто был ответственным за внешний вид? Кто все решал? Мы разделились, да, в принципе мы разделились, Максим был ответственен за костюм, я была ответственна за платье и за всю остальную организацию, и, конечно же, нам помогали очень многие, и спасибо огромное, потому что мы очень долго находились на сборах, и вернувшись уже целую неделю, нам кажется, что это очень много, на самом деле, вот буквально до последних минут еще дошивали платье и готовились к свадьбе. Я уже не припомню такую свадьбу, поэтому такая самая красивая пара, моя любимая, поэтому с удовольствием. А какой вам дресс-код заранее объявляли? Нам коктейльный. Коктейльный? Ну, так получилось. Хорошо, а Аделина, она вместе с ними там поближе? Да, они уже с утра, у них, она подружка невест, одна из подружек невест, она мне уже присылала, очень красивое, вообще очень красивое бракосочетание получилось, то есть, ну, очень красивое, до слез, все прослезились. Вот как раз леопарь, поразмышлять, насколько гармонично? Гармонично что? Пара. Пара, ну, пара, мне кажется, вот одна из красивейших, они так долго к этому шли, и через такие трудности прошли, и я думаю, что они заслужили это счастье. На фотографии я видела, как Максим смотрит на Татьяну такими глазами влюбленными, просто приятно, и их поздравляет души. Для вас было неожиданно, что их решение, которые мы объявили? Вы знали об этом сильно, заранее вы этого ждали? Нет, я не ждала, но, как бы, действительно, все к этому мне, как-то, казалось, шло, вот, это не обсуждалось никогда, но было такое, веяло такое, конечно, такое ощущение, что все-таки, наверное, вот, кто-то уже скоро, наверное, сделает предложение, но для меня тоже это было неожиданностью, что Макс сделал предложение Таньке именно в Новый год, вот, и очень это было романтично, в общем, поскольку я приехала на Бали чуть-чуть попозже, но, естественно, там, до меня донеслась эта информация, и я была очень счастлива за ним, потому что Макс молодец, прям, такое романтическое предложение сделал Таньке. Вот сейчас мы узнали, что это было на Бали в Новый год, да? Да. Я не знала точную дату, но я в душе и в сердце всегда знала, что это произойдет. А вы не боялись, что вот эти личные отношения как-то могут на кофе на это казаться? Ну, если у них будет личный планер, значит, будет, 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 будет. Давайте мы не будем думать о плохом, давайте о хорошем, потому что последние два года это только помогало. 15 минут, все, поняла. А вот вам вообще как, кто сообщил, Татьяна, Максим, как это было? Татьяна. А как это произошло? На Сан-Московь еще так? Да, конечно, я была в отъезде, я была на чемпионат, ну, то есть мы готовились к чемпионату Европы, и я узнала об этом через Сан-Московь. А вот расскажите, пожалуйста, как это у тебя на их отношении помогает в карьере? Ну, потому что вот так сыграть те чувства, которые они показывают, ну, это сложно. Ну, фактически они ведь не играли эти чувства, они у них были, поэтому я просто понимала, что они выражают свои личные эмоции в этих программах, и они очень большие артисты, и умеют преподносить любой образ, который они создают. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!